В Речицком районе судят группу конокрадов. Кто оказался на скамье подсудимых, догадаться в принципе несложно. Какие природные особенности или национальные толкнули обвиняемых на преступления, уже не важно. Важно то, что следователи сумели привести весомые доказательства вины. За редким по нынешним временам судом над конокрадами следила Ольга Холодович. Эту четверку задержали в Добрушском районе прошлой осенью, хотя, как выяснили следователи, промышляли воровством мужчины и раньше. В Речице и ее окрестностях. Правда, классическими конокрадами их назвать сложно. Кроме лошадей брали все, что подвернется под руку. В качестве объектов для краж обвиняемые выбирали чаще всего сельхозпредприятия. Но, возвращаясь к делу, похищали и личное имущество, например, теленка или телегу. Именно их, благодаря правоохранителям, удалось вернуть законным владельцам. Что касается украденного на молочно-товарных фермах, ущерб составил более 60 миллионов рублей. И теперь любители живности судят по обвинению в краже, совершенной группой лиц повторно. Из четырех обвиняемых двое лиц уже ранее привлекались к уголовной ответственности, из которых две судимости по настоящее время являются непогашенными. По санкции вышеуказанной статьи предусмотрено лишение свободы вплоть до четырех лет лишения свободы. Степень вины каждого из четверых подсудимых определит суд. Кстати, этого деревенского детектива могло бы и не быть, уверены милиционеры, если бы руководители сельхозпредприятий как следует позаботились о вопросах безопасности.